Наступил новый сезон в Forza Horizon. А это значит что? А это значит только одно, что нам доступна новая машина, Audi RS3. Она максимум 24 часа назад вышла, я немного проворонил, то есть она вчера вышла, но уже, посмотрите, вон, есть куча дизайнов каких-то. Короче, круто, комьюнити, конечно, молодцы. Какой цвет мы ей выберем? Хм, ну, честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, красный прикольно смотрится. Давайте, наверное, красный я ей и выберу. Короче, погнали. Сейчас я прокачусь на этой машине в стоке, просто покатаемся там до максималки, разгонимся, все такое. С места тоже стартанем. Потом я хочу на ней, значит, прокатиться уже немножко в тюнинге, посмотреть вообще, в принципе, какие тюнинги там сами по себе есть. Кстати, подожди, это какого года? Я проворонил, я не посмотрел там, ну, какого это года? Ну, понятное дело, что какая-то новенькая такая, ну, относительно типа. Ладно, сейчас посмотрим в любом случае. Вот такой вот салон. Короче, давайте время не будем терять. Сразу сядем и поедем. 2020 года, да. И, значит, 394 лошадиные силы, крутящий момент 480, масса 1 тонна 630 килограмм, 2,5 литра объема двигателя и полный привод. О, мне даже награду дали. Призываю суперограмм. Ну, спасибо. Мы выезжаем. Тут какой-то дождь был. Погнали, трогаемся. Вот давай потихоньку. Короче, утро, судя по всему. Ну, атмосферненько тогда. Прикольно. Мне нравится. Чисто утром выехал, в деревню поехал или куда-нибудь там, не знаю, в аэропорт забирать родственников. Я помню с детства моменты такие. Я, короче, ездил с родителями на машине в аэропорт, потому что родственники часто летали там из-за границы к нам. И, в общем-то, это всегда так атмосферно тоже было. Вот похоже чем-то на то, что сейчас. Типа, раннее утро такое летом, когда никого на улице еще нету. И как бы еще там часов пять только утра, но уже светло. И вот такая роса, и все вот это. Ну, короче, ладно. Поговорили, помечтали, тут подумали обо всем этом и хватит. В общем-то, газулю в пол, четвертую. Ну, едет она как полагается, как бы нормально едет. В принципе, как и должна для машины, тем более А734 класса. Хм, ну, круто. Она, знаете, она такая простенькая. Это чисто такой седан, как бы, на котором реально покататься за продуктами. Ну, правда, да, я понимаю, что RS3. Я понимаю, как бы, все, но тем не менее. То есть, прикольно, что они добавили вот такую машину. Хотелось бы, конечно, еще более каких-нибудь там популярных, типа, да. И, ну, более таких, так сказать, как сказать-то, блядь. Ну, короче, более знакомых для всех вот в таком классе обычных Тарантаек, на которых тупо кататься за продуктами. Ну, или не за продуктами, за продуктами я просто так выражаюсь. Ну, за продуктами, в моем понимании, это все, кроме дубасерства, короче, по дороге на скорости 300+. Так что, да. Давайте я поеду сейчас на хайвей. И, в общем, прокатимся на этой тачке. Давайте я встану где-нибудь вот тут вот, чтобы никому не мешать, и чтобы была ровная геометрия у нас, чтобы мы не стартовали в горку. Итак, короче, поехали. Стартуем. Значит, вторая 100 км в час. Мне вот интересно, сколько она разгонится всего. Поедет ли она 300 км в час? Потому что, мне кажется, почему-то, что она 300 км в час не поедет. Хотя, ну, может быть, еле-еле. Но мне почему-то кажется, что нет. Ну, интересно будет проверить. 250, 260. Я вообще, честно говоря, про эту машину ничего не знаю в реальной жизни. Типа, я даже не уверен, что я ее много где видел. Хотя я знал, естественно, про ее существование. Но не то, чтобы много следил там и знал. Короче, 280 км в час. Ну да, просто так по прямой она 300 не осилит. Типа, 285, вот будет максималка. Сейчас мы немного в горку едем, поэтому у нас скорость сбрасывается. Но там будет спуск с горы. Хоть это и немножко несправедливо так замерять. Но в Форзе вот так вот я замеряю скорость. Потому что эта точка, вот где мы сейчас едем на карте, это место, где максимальную скорость можно на всех машинах развить. Без всяких там багаюзов и всего такого. То есть чисто настоящую такую рушную скорость. Так, 300. 300 кмч, я увидел, все. Мне пришлось не рулить, да, на повороте, чтобы у нас получилось 300 км в час. Ну, в общем-то, вот так вот получилось. Ладно, что ж, 300 она кое-как поехала. Это хорошо, конечно. Но давайте теперь мы заедем на фестиваль и немножко протюнигуем машину. Так, где тут у нас? Модификации тюнинг, пользовательские модерни... Преобразование. Замена 2. Двигателя. Сколько тут двигателей? Много. Нормально. Много-много. Рейсинг 3.0. Ай. И. И. Короче, 805 лошадиных сил у нас становится. Тачила становится тяжелее, но не сильно, в принципе. Объем двигателя растет. Что, сразу ставим что-нибудь ебанутое? А давай не будем. Подожди, мне хотелось бы так. Можно задний привод поставить. Это спасибо. Не надо. Не, дрифт корч я даже не хочу из нее делать, честно говоря. Типа, ну... Хотя, не знаю, может быть и прикольно кому-то будет посмотреть на то, как вот такой вот седан обычненький берет и наваливает боком. Но хз. Хз не фанат. Можно, кстати, убрать вот эту вот писюльку маленькую, которая здесь есть. Антикрыло. Вот это вот. И что у нас будет? У нас масса становится. Это вот эта вот, она весит 2 килограмма? А, ну хотя, в принципе, да. Я могу поверить. Ладно. Давай, снимем, короче. Так. Ну, я бы поставил что-нибудь смешное. Что-нибудь смешное, например... Ну, конечно, не суперслики. Давайте так. Давайте, короче, я сейчас попробую протюнговать ее. А, типа, не супер как-нибудь по-жесткому, да? А, ну, не знаю, реалистично, нереалистично получится. Ну, чисто как будто вот Булкин вместо С6, да, купил себе С3. Ну, типа, не сильно. То есть, там вот шины поставим, что-нибудь еще. То есть, он же не делал свап двигателя. То есть, я хочу просто так почувствовать себя в шкуре какого-нибудь паренька, который чисто вот купил себе тачку и такой, там, стрит-рацкерит где-нибудь, да, в какой-нибудь тусовочке. И взял и затюнил ее. И все. Не, диски, честно говоря, я не хочу ставить. Не любитель. Так, воздухозаборник. Это, подожди, это давай мы попозже разберемся. Для начала, ну, по трансмиссии, я думаю, я все нормально вкачаю. Портивный дифференциал. Тормоза. Тормоза пускай будут. Так. Ага. А вот тут у нас уже либо пипец какая заниженная, либо не заниженная. Давай мы не будем тогда трогать подвеску. Чисто так. Реалистично. Снижения массы не будем тоже, потому что, ну, какое нафиг снижение массы. То есть, по сути, все, что мы сделали сейчас, это чисто колеса поставили и мощность увеличили. Ну, точнее, шины. Ага. У нас здесь, кстати говоря, уже сейчас S1 класс намечается. Я, если честно, не особо бы хотел. О, кстати, давно я звук не слушал машину. Ну-ка. Вот эти вот две, они вообще ничем не отличаются, странно. Ну, и стоково. Ладно, давай я поставлю все-таки выхлоп. Турбонагнетатель. Ну, не. Короче, в принципе, все. Я тут сделал, что хотел. 842 S1 класса. 655 лошадиных сил у нас теперь. И массу мы немножко скинули. Правда, за счет чего, я не помню. Ну, ладно. Скинули, так скинули. Это хорошо. За счет шин только, что ли? Нет. Подожди. Нет. Шины, они вообще не скидывают массу. Ну, и правильно. А за счет чего я... Ладно, неважно. Не помню. Итак, теперь, короче, на красный покатались. Давайте перекрасим машину. Пускай она будет белой. Или вот такой сервере. Ну, вот это вот, это прям чисто такая самая обычная, да? Просто... Или белая. Ну, честно говоря, вот это вот выглядит как-то поприкольней. Но это выглядит прикольней благодаря освещению. Потому что, когда я ее только первый раз выбирал и, типа, вот этот цвет смотрел, то он там смотрелся не очень, ну, в темном освещении. Ладно, давай все-таки это выберу и не буду париться. Так, вот. Значит, наш автомобиль. Подожди, это сейчас что было? Это сейчас мы просто на ровном месте буксанули? Хм, не знаю. Так, ну ладно. Давайте сразу тогда я вот здесь вот попробую заехать. Ну, моментально, конечно, чувствуется, что она бодрее стала. Но она не должна быть супер прям какой-то бешеной сейчас. Потому что мы ничего такого не сделали. Итак, стартуем. Пробуксовка. Зачем я ставил колеса? Непонятно. Ну, ладно. Хотя, небольшая мощность реальная. Что, уже надо что ли слики... А, бля, потому что мокро. Ничего не хочется сказать. Потому что мокро. Вот почему, точно. Так, 250 с чем-то там километров в час. Тормозим, а то подвески пизда. Ить! О, сука. Батя дал денег на тачку. Не надо вот так вот с ней обращаться, пожалуйста. Так, ну ладно. Тогда, значится, у нас цель такова. Нам нужно съездить в город на работу. Хотя, какую нахуй работу? Не на работу, а просто повыебываться. Поэтому мы едем в город, но мы поедем не по маршруту, а поедем по вот этому вот... Вот этому вот... Блядь! Блядь. Папа, прости. Короче, поедем по шоссе. Ну, хорошо, что у меня выключены повреждения. Поэтому никто ничего не заметит. Ну, она, кстати... Ну, это я так полагаю, из-за того, что я, по сути, только мощность вкачал и шины поставил. Она немножко такая, типа, не стоит на дороге, я бы сказал. Ну, короче, поехали. А хотя, стоп, что поехали? Мы сейчас тут немножко останавливаемся и как бы стартуем заново. Просто в этот раз с места. Так. Ну, поехали. Пробуксовка. Хотя мы уже, по сути, стартовали с места. Ну, вроде немного высохло. Или нет? Ладно, неважно. В общем, уже 200 в этот раз. Ну, тут, понятное дело, что она и 300 поедет, и там больше. Но это уже... Это уже так. Это уже неинтересно. Ну, в принципе, разумное вложение средств. Наверное, да? Для паренька, которому вот тачечка на голову свалилась и, типа, хочется повыебываться. Почему вот этот вот GPS-навигатор постоянно показывает, что вот здесь можно съехать? Или вот здесь? Вот да, это же по правилам, ребят. Вы не знали? Это же по правилам. Причем, блядь, в каждой гоночной игре постоянно вначале говорится, что там вот. Езди аккуратно. Езди по правилам. Сделали бы навигатор по правилам, ёпта. Ну, едет, слушай, она нормально. Смотри, блядь, 350. 355 километров в час. Причем это не с горочки. Это, блин, нифига себе. Я даже не думал, честно говоря, что она столько поедет. А почему в милях? А почему в милях в час спидометр? Потому что мы в Мексике? Ну и что? Ну и то. Ну ладно. Да, боже мой, блядь, нахуй я ее включил, подожди. Так, ну ладненько, все. Продубас устроили. Все в порядке, все хорошо. Мы в городе. Припаркуемся давайте. Хотя она, конечно, вообще ничем не примечательна. Она совсем не выделяется, но мы попробуем. Сейчас поделать парочку каких-нибудь смешных фотографий. Во, смотри. Паренек приехал в город, выпендривается. Тут телочки и пацаны отдыхают все нормально. Театро принципал. Хорошо. Принципиальный театр. Ладно, шутка. Ну, знаете, она такая. Она ничем как бы не примечательная. Вот эта машина. Самая такая обыкновенная. Но вот чего в Форзе... Что в Форзе редкость? Это вот эти вот всякие NPC люди. Поэтому здесь, мне кажется, можно всяких прикольных фоток понаделать. Я хочу какую-нибудь фару сфоткать или что-нибудь такое. Ля какая. РС-3 Куатру. Нормально. Напишите, как вы думаете выкладывать мне еще фотки в инсту. У меня есть там инстаграм просто аккаунт кое-какой, на который я всякие вот фоточки из игр типа выкладываю. Всякие скрины там и прочее. Стоит ли этим дальше заниматься? Чаяк. Блин. Мне вот этот вот кадр очень нравится, но здесь засвет лютый, к сожалению. А вот это, кстати, неплохо пойдет на превью. Бля. Дурацкая геометрия. Мне не дают вот сюда пролезть. Я хочу фотку сделать. Во. О, какая. Прикольно. Мне что-то в последнее время нравится в Форзе искать всякие вот такие вот смешные ракурсы и делать фотки. Типа, как бы так сказать, чтобы на переднем плане что-то было. Ну и, короче, чтобы как будто выглядываешь из откуда-то. Ого. Ля какие. Вы когда-нибудь видели вот это вот? Вот это вот все дело? Вот эти вот интерьеры? Не, ну и так-то я понимаю, что все видели, наверное, уже когда просто мимо проезжали там и все такое. Но, блин, чтобы так с фотиком просто залететь, я еще не залетал туда. О. О, какая. Пипец. Телеобъектив. Прям камера наблюдения какая-то. Как будто за дикими животными наблюдаю. Чисто издалека так прям нормально. Ну шо. Короче, мы тут потусили с пацанами и девчатами. И поехали. Дерзко. Нормально. Давайте теперь просто ради интереса. Мне вот интересно, я всегда это делаю, сколько здесь, ну поскольку она только недавно вышла, здесь вот сразу, в принципе, самый популярный тюнинг. Вот. 949... А, 952 есть. Давай 949 вот это поставлю. Итак, а теперь уже Булкин из параллельной вселенной, который ебнулся в край. Возможно, вам кажется, что он уже ебнулся в край. Он об этом каждый раз говорит. Ну, короче, в этот раз вообще все по пизде пошло. Свап, хуяп. И, короче, был бы тут задний привод, был бы теперь полный привод. Но поскольку здесь изначально полный привод, значит все заебись. Так, ну, в общем-то, какие у нас дела? У нас вот такие вот дела. Машина, в принципе, не сильно отличается, только диски поменяли. Ух ты, ёпара, СТ. В этот раз она уже ровно просто спокойно ехать не хочет. Закрой ты рот свой, да ёп твою мать! Выйти с заезда. О, господи. Все, спасибо. Так, ну-ка, подожди, газ в пол. И она, она шлифует. Ну, правда, если, если какие-то неровности на дороге... О, блядь, охуенно. Вы когда-нибудь вот так застревали в Форзе? Мне кажется, я единственный, блядь, человек, который вот так вот мог застрять. Ну, нифига себе. Про буксовка аж да фиг знает какой-то третьей передачей. Хотя здесь мы в горку ехали. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, все нормально, полноценно. Так, короче. Тут невозможно кататься на шоссе, давай. Ну, я не вижу смысла тут с нуля, как бы до 100 стартовать вот так вот с места. А хотя... А не, в принципе, если с двух педалей, то как бы нормально. Она не так сильно еще пробуксовывает поначалу. Ну, в общем, уже 300. Да. И эта машина очень-очень неустойчивая. Хотя бывали, конечно, и более неустойчивые, но... Неважно. Это тоже так. На дороге не очень стоит, лишние движения рулем лучше не делать. 440 км в час уже. Интересно было бы еще, кстати, на Дрэкстрипе там замерить. Точнее, не замерить, а просто проехать до радара и все. Ну вот теперь, конечно, жестко. Чисто едем в деревню к бабушке, но едем 400 км в час. Нормально. Итак, вот он тот самый спуск. Ой, машина, тихо, трафик. 451. 452, я думаю, будет тоже спокойно, если бы там трафик мне не помешал. Ну, короче, 450. Вот это нихера себе. Блядь. Давай. Ты сможешь. Не смогла. Мы улетели. Бля. Ну, ладно. Итак, состыковываемся, значит, с линией старта. Короче, опять-таки, поехали. Сколько будет на радаре? Ну, капец, там пробуксовка, конечно, лютая начинается в какой-то момент. Так. Ааа, у нас 335 км в час. Ну, кстати, хороший результат. Ну, хотя и машина тоже, 949. Как бы, вот так вот. Ну, собственно, что ж. Вот такая вот тачечка была добавлена. Мне она нравится, я на ней, я уверен, буду кататься. Правда, не в таком тюнинге, а в более спокойном, типа. Ну, вот, на ней кайфово будет просто так поездить спокойненько по дорогам, когда хочется отвлечься, например, в Форзе. Собственно, спасибо. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok